Эльбрус Для карачаево-балкарцев Для кабардинцев Эльбрус Это Ашхамаха, гора счастья У тюркоязычных народов Это Джин Падишах, повелитель духов А вот у абхазцев Орфитуб Гора блаженных Без малого 200 лет назад 22 июля 1829 года Была покорена восточная вершина Величественного Эльбруса На высоту 5621 метр Над уровнем моря поднялся Хысах Ачиров Участник экспедиции Предпринятой Георгием Арсеньевичем Эммануэлем Сербский дворянин по происхождению Егор Мануилович Уже в возрасте 22 лет Приезжает в Москву И поступает на военную службу поручиком И спустя 31 год безупречной службы Во славу Российской империи В 1828 году Он произведен в генералы от кавалерии Именно в честь него Названа поляна у северного подножия Эльбруса Которая была базовым лагерем Для покорителей 200 лет назад И остается таковой сейчас Как и для чего попасть на поляну Эммануэля Способа 3 Если ты решил покорить Эльбрус северного склона Тебе однозначно подойдет заброска Бюджетный вариант на внедорожнике ВИП-вариант вертолетом из города Лермонтова Если ты любишь трекинг Тогда пешком со стороны урочища Джилысу Ну а сейчас я расскажу о своем автопутешествии к поляне Эммануэля Дорога кисловод к Джилысу хоть и асфальтированная Но на самом деле таит много опасностей Во-первых, на эти перевалы очень часто опускаются такие туманы Что видимость снижается практически до нуля Во-вторых, очень крутые и очень затяжные подъемы и спуски требуют 100% уверенности в тормозной системе Но это еще цветочки Кровь в жилах начинает стыть Когда с асфальта съезжаешь на узкую однополосную грунтовку Тянущуюся на несколько километров по крутому склону горы Сирх На этой дороге я был дважды Первый раз я сюда приезжал для того, чтобы набрать родителям друга 300 литров воды из серебряного источника О котором расскажу позже А сейчас я вез на поляну 300 литров топлива для квадроэкспедиции Которая выбрала поляну Эммануэля в качестве промежуточной точки своего маршрута Патрик, который идет ведущим, тоже загружен по самое не хочу Поэтому двигаемся предельно осторожно О чем нужно знать? На этой дороге карманов для съезда на обочину очень мало Поэтому если где-то на горизонте увидел встречку И у тебя есть возможность пропустить Остановись и пропусти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Честно скажу, дорога не для слабонервных Как водитель прекрасно понимаешь Если случится что-то с рулевым управлением и потянет влево Шансов зацепиться нет никаких Ни одного дерева, ни одного кустарника или волна А пассажиры в салоне в это время нервно сжимают подлокотники И все, за что можно ухватиться руками На спуске адреналина в крови становится меньше Но это не облегчает задачу Постоянные дождевые потоки размывают грунт Образуя очень глубокие ямы и промоины В двух-трех местах диагонального вывешивания просто не избежать Поэтому если не знаешь, как проходить такие препятствия Потренируйся где-то в более безопасном месте Мы благополучно спустились на поляну Вот то самое место, откуда почти 200 лет назад Стартовали первые покорители Эльбруса Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 2019 году на поляне проходил первый этап Одной из самых тяжелых в мире внедорожных гонок Возглавляемых легендой оффроуда Луисом Ви Рейнфорест Челлендж Кавказ Когда на Северном Кавказе проходила первая гонка в формате Рейнфорест Челлендж Мне посчастливилось лично познакомиться с Луисом Ви Всем привет, друзья! Здесь проходит очередной этап внедорожной гонки Рейнфорест Челлендж Кавказ 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 Продолжение следует... 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка